Пианино, виолончель, саксофоны и скрипки. Новые жители поселились в стенах одной из старейших музыкальных школ Самары IV. В этом году учебное заведение отметит 75-летие, и обновление инструментов здесь ждали 20 лет. Новые инструменты поступили в школу благодаря реализации национального проекта «Культура», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В этом году 10 детских музыкальных школ и школ искусств Самары проводят масштабное обновление материально-технической базы на общую сумму более 57 миллионов рублей. Более 5 миллионов рублей идет на оснащение каждой школы. Мы приобретаем в этом году вместе со школами 4 рояля, 27 пианино, 14 струнных инструментов, 33 народных инструмента, 27 духовых инструментов. Конечно, это в основном инструменты наших отечественных производителей, и надо сказать, что и фабрики, и ателье, и вот эти мастерские здорово вообще набрали такой крейсерский ход к данному времени. Инструменты поступают очень хорошего качества. И мы сегодня, наверное, с вами еще услышим, как ребята на этих наших отечественных российских инструментах играют, и это великолепно. Ученики с радостью осваивают новые инструменты. Ирине Тренькиной 13 лет, половину из которых девочка занимается в музыкальной школе. Говорит, скрипка – ее призвание. Новому инструменту рада безмерно. Здесь звук более мелодичный, удобнее играть. Скрипка сразу уже кажется своей, родной, близкой. И за пару дней я с ней, можно сказать, так сильно подружилась, что мне хочется расставаться, играть, играть и играть. Комплект музыкальных инструментов школы пополнили 4 новые скрипки, 3 виолончели, 2 саксофона, 2 кларнета, 3 флейты. Фортепианный класс оснастили новыми пианино российской фабрики Михаил Глинка. Тезка великого композитора Миша Галутва играет на новом инструменте осторожно, прислушивается к его звучанию и делится впечатлениями. Из плюсов я могу отметить очень красивый бархатный звук, но просто единственная проблема это в том, что их приходится разыгрывать и не сразу получается на них играть, потому что механика очень тяжелая с самого начала. Помимо музыкальных инструментов в школу поступило новое оборудование и учебная литература. Концертный зал школы украсили комфортные кресла отечественного производства, а учебно-методический фонд пополнился необходимыми учебниками по сольфеджио и музыкальной литературе. Все это станет хорошей базой для обучения юных талантов, но самое важное – новые инструменты позволят поднять качество обучения будущих музыкантов на новый уровень и идти в ногу со временем. Инструменты струнные, духовые закуплены, конечно же, прежде всего для пополнения творческих коллективов. Может, будут созданы какие-то новые интересные коллективы, расширятся, репертуар обновится, дети вольются в эти творческие коллективы. Наши детки раскроют свои таланты на конкурсах. Я думаю, что школа получила новые возможности и перспективы. У детской музыкальной школы номер 4 – удивительная история. В летописи учебного заведения яркие события и легендарные имена педагогов, выпускников, детских коллективов, которые вошли в историю города и прославили Самару. В этом году школа отметит 75-летний юбилей. Елена Чернявская, Сергей Баскин. События.